Международный аэропорт теперь есть и в Туркестане. Воздушную гавань сегодня открыли официально. Ознакомился с объектом Нурсултан Назарбаев, который ровно два года назад закладывал первый камень в строительство нового Туркестана. Посетил Ельбасы и ряд других новых объектов – спортивных, культурных, туристических. Именно туристическому потенциалу в Туркестане уделяют большое внимание. Взять хотя бы уникальный для страны, не только для нашей, развлекательный комплекс, который станет магнитом для туристов со всего мира. Айгуля Дилова с подробностями. Трансформация глобального в миниатюре. Казалось бы, ничего необычного. Дети на уроке музыки. Только вот уроки эти в новом формате для Туркестана. Современная музыкальная просторная школа работает год, приучает к культуре. И получается, что не только к музыкальной, и не только она. Там, где новый стадион, теперь массовый спорт, где новые парки чистота и мусор в урнах. А в театре уверены, если не сейчас, но аншлаги точно будут. Я живу в этом городе с самого детства и знаю каждый уголок как пять пальцев. Два-три года назад была только плоская земля. Если посмотрите в интернет, в сайте, там все будет ясно, каким был Туркестан раньше, а какой сейчас. Теперь в древнем городе, расположенном в самом сердце шелкового пути, есть музеи, амфитеатр, парки, новые административные здания, культурные центры и многое другое. А ведь ровно два года назад Ельбасе заложил первый камень в масштабное строительство. И вот сегодня с разницей в день открытие беспрецедентных для региона объектов. Ключевой международный аэропорт. Раньше до города добирались на машинах и поездах, теперь и самолеты полетят. Воздушную гавань открыли официально. Аэропорт построили турецкие инвесторы. Обслуживать он сможет 3 миллиона пассажиров в год. Уже в следующем году лайнеры из Туркестана полетят в столицу Алматы, Турецкий Стамбул и по обратным маршрутам. Таким образом, в ближайшие пять лет, с учетом всех транспортных коридоров, число туристов в Туркестан увеличится до 5 миллионов человек в год. Масштабное строительство Туркестана – это импульс снова экономическому развитию целого региона, густонаселенного региона Казахстана. На строительство 163 крупнейших объектов города было привлечено 450 миллиардов тенге прямых инвестиций, половина из которых частные казахстанские. Это больше, чем миллиард долларов. Мультипликативным эффектом является рост малого и среднего вельница. Раз здесь идет масштабное строительство культурных административных объектов, жилья, значит, нужны кирпичи, становые материалы, стекло, дерево, столярка и так далее. Все это при правильном исследовании создает огромное количество бизнес-среды, которые будут иметь работу. Это надо использовать. Поэтому за последний год только количество действующих субъектов среднего и малого бизнеса здесь увеличилось на 20%, составило 11 тысяч. Вот это и есть эффект. Большое внимание Нурсултан Назарбаев всегда уделял развитию человеческого капитала – интеллектуального, культурного, спортивного. Вот и новый стадион с футбольным полем и легкоатлетической ареной. Здесь и залы акробатики, бокса, тяжелой атлетики. Такого спортивного объекта в Туркестане прежде не было, как и не было нынешних объемов квадратных метров жилья. По итогам 2020 года в городе будет введено 750 тысяч квадратных метров жилья. Это непостижимо. Никто мечтать об этом не мог никогда. То есть мы делаем то, что столетиями никто браться не мог и не осуществить не мог. Расположение города, его новый статус, духовное единство, менталитет являются новой платформой всей центральной азиатской интеграции. Посетил Нурсултан Азарбаев концертный зал «Конгресс-холл». Здесь будут проводить спектакли, конференции, симпозиумы, форумы. А это пятизвездочный отель – важный объект туристической инфраструктуры города, учитывая, что число туристов уже в следующем году удвоится. Это почти 3 миллиона человек в год. По плану отель будет не единственным такого уровня. За годы независимости Астана, Туркестан, недавно мы были в Ахтау, увидели огромный туристический центр. Трудно во всем мире, нет инвестиций, денег не вкладывают, а мы в Казахстане продолжаем работать. Это должно придать силу, энергию нашему народу, стране нашей. Каждый город – это вклад. Строим город, обогащаем страну на целый город. Туркестан разделен на две основные строительные площадки – административный центр и культурный – вокруг главной достопримечательности города. Мавзолей Ходжа Ахмета Ясауи – центр притяжения туристов. По задумке, выше мавзолея здания строиться не должны. И обзор на мавзолей закрываться тоже не должен. Архитектура новых сооружений – как продолжение древних. Восточные нотки в каждом издании без исключения. Особый колорит даже в деталях – от фонтанов до скамеек в парках. Амфитеатры, где будут ставить театральные постановки. Восточная баня, музеи, библиотека. И даже Международный университет туризма и спорта, где будут готовить кадры для развития туристического потенциала не только региона, но и Казахстана в целом. Или вот центр Лода-Ла-Еле. Он об истории великой степи, казахского народа и тюркского мира в целом. Ельбасе о возрождении Туркестана, где вступали на трон ханы и решали судьбы миллионов, думал еще на заре независимости. И вот сегодня сердце Туркестана бьется с новой силой. Это не экспромт. Это давно было в голове. Я помню еще тогда, в советские времена, будущие представители правительства, мы ходили здесь и хотели Туркестан приподнять. Потому что то, что этот город у нас на территории, что этот мавзолей на нашей территории – это очень важно. И нам надо было эту точку выпечать как-то. Ключевой туристический объект в ближайшем будущем – комплекс Керуен-Сарай. Его строят турецкие инвесторы. Это город в городе со своими развлечениями – восточными базарами, цирком мирового уровня, театрами и искусственным озером. Успех туризма обусловлен числом туристов и продолжительностью ночей, которые они проводят на месте отдыха. Мы намерены сделать так, чтобы гости проводили здесь не менее одной ночи. Наш проект комплексный для людей всех возрастов и предпочтений. И каждый элемент в нем уникальный в мире. Строительный бум обеспечил работой 20 тысяч человек. После того, как все объекты будут построены, на постоянной основе работа получит более 10 тысяч человек. Эльбасы обратил внимание на вопросы инфраструктуры самого густонаселенного региона страны. В предстоящее время необходимо завершить газификацию города и региона в целом. Также следует обеспечить строительство современной ТЭЦ – электрических подстанций, которые позволят обеспечить стабильным электротеплоснабжением жителей Туркестана. Это густонаселенный регион. Я уверен, что город будет быстро расти, будет расти его население. Учитывая огромный потенциал области в сельском хозяйстве, надо уделить внимание совершенствованию инфраструктуры, водоснабжения, обеспечению фермеров поливной водой. Это непростая задача. Здесь дефицит воды. Есть у нас планы, как это выполнить. Надо это делать. В условиях пандемии особая актуальность сохраняет строительство многопрофильной больницы и других объектов здравоохранения. Мы будем обращаться к другим странам, нашим друзьям, чтобы они помогли добавочно построить нам такие объекты. Ельбасы еще на этапе планирования масштабного строительства детально изучал каждый проект. Главная ценность Туркестана, и это всегда подчеркивает первый президент, это святыни. Большое внимание уделяется археологическим раскопкам, продолжающим разгадывать тайны Великой степи. Туркестан возрождается по-новому. Это настоящий центр, историческая родина казахского народа. Такого строительства город ранее не видел. Это делается для процветания нашей страны, будущего молодого поколения. История этого города – это история казахского народа. Возрождение и обновление древнего Туркестана всегда будет на контроле Нурсултана Назарбаева как архитектора исторического процесса. Об этом неоднократно подмечал и сам президент Тукаев. История предков призывает к свершениям. Это и есть понимание миссии народа, который помнит и чтит великое наследие. Субтитры создавал DimaTorzok